На полях и приема Светлана озарит И ангела спасенье Воздухом возгресит Слава всем Ищему, слава Творцу Дорогу и Сыну, и Богу Отцу Заскоро гласили неземные слова И в небе светила Светство Рождества Свящий демон и ангел Для Владенца найти Пусть иные славы Божьей Вам помогут пути Слава всем Ищему, слава Творцу Дорогу и Сыну, и Богу Отцу Они поспешили Светлояркой звездой Младенца почтили В колыбели земной А песни все звучали Над землею в ночи Малова небесами И полы не звучит Слава всем Ищему, слава Творцу Дорогу и Сыну, и Богу Отцу Дорогая церковь, дорогие братья и сестры Все пришедшие на это место Мы глубоко и сердечно должны быть благодарны Нашему Господу За Его великую милость Которую Он даровал Всему человечеству В Сыне Своем И Иисусе Христе Мы будем слушать Слово Божие Перед тем, как будем просить Божьего благословения И я хочу напомнить вам И себе также Повествование Слова Божие Которое записано во 2 главе Евангелия от Луки И мы внимательно послушаем Давайте мы Сидя на наших местах Пойдем в Вифлеем Пойдем туда на то Торжественное праздничное место Которое было около двух тысяч лет тому назад Событие это Но которое сегодня является для нас Чудесным праздником Церкви Бога Нашего В те дни вышло от Кесаря Августа Повеление сделать перепись по всей земле Эта перепись была первая В правлении Кверения Сирией И пошли все записаться каждый в свой город Пошел также Иосиф из Галилеи Из города Назарета В Иудею В город Давидов Называемый Вифлеем Потому что он был из дома и рода Давидова Записаться с Марией обречен Обрученную ему женою Которая была беременна Когда же они были там Наступило время родить ей И родила сына своего первенца И спеленала его И положила его в ясли Потому что не было места в гостинице В той стране были на поле пастухи Которые содержали ночную стражу у стада своего Вдруг предстал им ангел Господень И слава Господня осияла их И убоялись страхом великим И сказал им ангел Не бойтесь Я возвещаю вам великую радость Которая будет всем людям Ибо ныне Родился вам В городе Давидовом Спаситель Который есть Христос Господь Вот вам знак Вы найдете младенца В пеленах Лежащего в яслях И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство Небесное Славящее Бога И взывающее Слава Вышних Богу На земле мир В человеках благоволения Слава Господу Братья и сестры И мы Сердечно благодарны Богу Отцу Который послал Своего возлюбленного Сына Для того Чтобы нас спасти Я хочу также вас приветствовать Этими словами Христос родился Слава Ему Пусть Господь благословит Давайте встанем на наши ноги И благословим и прославим Господа нашего Попросим благословения На данное служение Дорогой наш Господь И Бог наш Мы от всей души Сердечно благодарим Тебя Что это прекрасное Великое Божье определение В плане спасения Рода человеческого Исполнилось Слава Тебе Пришла Спасительная Благодать В Иисусе Христе Сыне Божьем Аллилуйя Слава Тебе Великий и Вечный Бог Мы благословляем Именем Господа Иисуса Христа Благословляем Имя Твое Отец Небесный За то, что Ты Спас нас Не по делам Нашей праведности Но из-за любви Твоей к нам Поэтому благослови Твой народ Благослови Твое наследие Благослови Твоих искупленных Господи Не младенцем А кровью Иисуса Христа Великого Сына Божия Который стал великим спасением для нас Слава Тебе Ибо Ты родился для того Чтобы умереть Смертью Искупительной Господи Слава Тебе Пролить всю кровь свою за нас И свое тело Отдать за грехи всего мира Хвала Тебе Боже наш И мы как Твой народ Тебя за это благодарим В Тебе мы торжествуем И славим Тебя А потому Благослови нас Как Твой народ Вдохнови нас на это служение Пусть в этом служении Ты только в один прославишься Рожденный Младенец Великий Христос Как искупитель Как распятый И воскреший И уже прославленный Среди святых Твоих Среди ангелов Твоих Среди того Что Тебя признали И ад И смерть Признали победителем И спасителем Богом человечества Благослови нас на Тебе Мы Тебе Благослови 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 Слава Вышне Богу Слава 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 Вышне Богу О Придите Выплее Посмотрите Чудо В нем Я свят спящего царя, мир рожденного Христа, слава, слава, вышний Богу, слава. Слава, слава, вышний Богу. Радуйся, мир, Господь грядет. Земля, рекуй, прикинь, и вискарей, царя, царей. И пойте новый гимн, и пойте новый гимн, и пойте, пойте новый гимн. Радуйся, мир, Христос пришел, в церквях поют о нем. Паля, сады, леса, холмы, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством, им вторят с торжеством. Чтоб грех не ослеплял народ, чтоб терми не росли. Он жизнь дает, снимает днем во всех концах земли. Во всех концах земли, во всех концах земли. Принес Он мир и благодать, чтоб все могли познать. Как Бог великий справедлив, как нас Он возлюбил, как нас Он возлюбил, как нас, как нас Он возлюбил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одпотвидelen Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пришла полнота времени Люди ожидали это время Это было Божье обетование И на протяжении длительных годов Люди ожидали И это время пришло О чем нам брат читал Когда ангелы Возвестили пастухам что великая радость будет всем людям, в том числе и нам с вами. Вы знаете, что люди, христианство переживали тяжелые обстоятельства. Многие были в узах, многие страдали за имя Иисуса Христа. Находясь в этих камерах, в тяжелых обстоятельствах, но когда приходили эти праздничные дни, Рождество, радость великая наполняла их сердца, и они славили Господа. Были дни голода, когда не было чего кушать, но когда приходили эти дни, люди радовались, потому что они знали, что Божье спасение для них приготовлено. Когда были другие различные трудности, бедствия, но когда приходили эти рождественские дни, люди радовались в этом, что Бог послал Сына Своего, и они дети Божьи. Слава за это Господу! И ангелы сказали, что эта радость будет всем людям, несмотря ни на какие обстоятельства окружающие, но Божья радость, она наполняет сердце Божьих детей, которые уповают, которые радуются, которые славлят Господа. И сегодня пусть и мы с вами, друзья, будем радоваться о том, что Бог усмотрел, избрал нас прежде создания мира. И небо определило этот великий Божий план спасения, и Сын Божий сошел на эту землю. Пришла полнота времени, полнота времени пришла, и Божий Сын пришел, Он сказал, я пойду. И мы с вами, мы с вами язычники, мы люди когда-то были далеко от Божьего спасения, но сегодня мы с вами Божьи дети, Божий народ, и мы с вами сегодня наследники великих Божьих обетований, и здесь на земле, и там в вечности. Пусть сегодня эта радость укрепит каждое сердце. Пусть сегодня этот праздничный день будет для нас благословением. И вы знаете, по-разному люди смотрят на этот праздник. Бывает, говорят, что апостолы не праздновали, и так не написано, чтобы праздновать этот праздник. Но первое, это рождественское служение, нам брат читал, было на Вифлеемских полях. И там Божьи посланники, ангелы небесные, которые провожали Божьего Сына на эту землю, они проводили это служение. Была чудная программа, приготовленная. А слушатели были простые люди, пастухи, там на Вифлеемских полях. И ангелы Господни возвещали, проповедовали это чудное событие. Там не было первосвященников, священников. Там не было представителей власти. Там были простые люди. И Божьи ангелы проповедовали о том, что в этот мир пришло благословение от неба. И пастухи радовались. И потом эта радость, она пошла дальше и дальше. И дошла сегодня до наших дней и до наших сердец. Пусть Бог благословит всех нас также радоваться. Это было первое рождественское служение на Вифлеемских полях. Ни в каком-то здании прекрасном, ни в каком-то зале, но просто под открытым небом. И Божьи ангелы это служение проводили. И с тех пор прошли сотни лет, тысячи лет прошли, а Божий народ, дети Божьи вспоминают это событие и славлят, благодарят Господа за то, что Он сошел на эту землю, что Он принес это спасение, что Он дал жизнь своему народу и своим детям. Пусть Бог укрепит сегодня наше упование, нашу веру, что небо для нас приготовило хорошее, нечто лучшее, благословение, спасение. И это принес спасение Божий Сын, который сошел на эту землю, будучи богато, обнищал ради нас, дабы мы были богаты в нем, дабы мы жили благословенно, дабы мы имели жизнь и жизнь с избытком и благословение от неба. Это радость будет всем людям, друзья. Пусть сегодня мы также с вами не будем равнодушны и беспечны, но будем славить Господа, будем благодарить Господа за Его чудный Божий план нашего спасения, за Божьего Сына Иисуса Христа, посредством которого мы имеем это великое спасение. И сегодня, друзья, когда христиане вспоминают это чудное событие, мы также будем радоваться и сказали пастухи, пойдем и посмотрим. И они пошли и увидели младенца, который лежал в яслях, и увидели младенца, и воздали славу Господу, и возвратились оттуда очень радостны, счастливы и благословены. Пусть Бог, друзья, дорогие, сегодня укрепит нашу веру, благословит нас, радоваться и не только самим, но эту радость нести всем людям, это благословение нести всем людям, делиться этой радостью со всеми остальными, что небо, небо заботится о нас с вами, а также о каждом небо заботится. Друзья, дорогие, мы сейчас будем идти к молитве, и в молитве будем благодарить Господа за Сына Его, Иисуса Христа, за то, что Он сошел на эту землю для нашего спасения, для нашей жизни, для нашего благословения. И я хочу также поздравить вас, друзья, дорогие, с этим чудным христианским праздником, сначала на украинской мове, с Рождеством Христовым, Христос народился, с Рождеством Иисуса Христа, Божьего Сина, который сошел на эту землю. Я вас искренне поздравляю с этим великим праздником. Merry Christmas! God bless you! Доблагословит на всех Господь, друзья, а сейчас преклоним колени и от души поблагодарим Господа, Божьего Сына, Иисуса Христа. Доблагословит на всех ans. Продолжение следует... 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 Там, Гива Мария, народила Сына, радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Іоцівське Слово задягнуся в тіло радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Вангели співають, Господу своєму радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Славу честь складають, йому рожденому радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Ми на рожденого Христа прославляймо, радуйся, ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Ой, радуйся, земле Божий Сын, народи вся. Над землею спящей небо распростерта, Више не сверкають мири, радуйся, звёзд, Но всі тимет саня звёздных хороводок, Яче всіх сияєть звёздочка окна. Грифлиємська звезда, Више не небеса жлась, Свети я победу жителям земли, Що рожден Спаситель, Що рожден Христос, Грифлиємська звезда, Позори людей сердцем, Ярким светом жму грековную росень, Грифлиємська звезда, Грифлиємська звезда, Свети я злучий сай, Мрак ночной рассеял, Истинно небесно просветил сердцем. Грифлиємська звезда, Грифлиємська звезда, Више не небеса жлась, Свети я победу жителям земли, Що рожден Спаситель, Що рожден Христос, Грифлиємська звезда, Позори людей сердцем, Ярким светом жму грековную росень, Благодати Божьим милосердний звезда. Ангельское пение в небесах звучит, Радостью тишеньем всему дарит, Нам рожден Спаситель, Дивное дитя, Всех Он и Скупитель грешника, Как я. Грифлиємська звезда, Више не небеса жлась, Свети я победу жителям земли, Що рожден Спаситель, Що рожден Христос, Грифлиємська звезда, Позори людей сердцем, Ярким светом жму грековную росень, Благодати Божьим милосердний звезда, Грифлиємська звезда, Више не небеса жлась, Свети я победу жителям земли, Що рожден Спаситель, Що рожден Христос, Грифлиємська звезда, Позори людей сердцем, Ярким светом жму грековную росень, Благодати Божью милосердний звезда. В той стране находились пастухи, которые содержали ночную стражу, устат своих. И вдруг пристал Ангел Господний, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим. И Ангел сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вы уже сегодня это слышите третий раз. Братья и сестры, через века, континенты, цивилизации и так дальше, это дошло до наших дней. А когда радуются все люди, это уже праздник. Это радость для всех людей. Я вас тоже поздравляю с этим прекрасным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Плоды Его рождения, Его прихода, это мы сегодня с вами пред лицем нашего Господа. Мы и дети наши. Этот праздник еще называют праздником для детей. Наше поколение, мое поколение. Вы не помните, куда нас водили в детстве маленьких. Еще до того, как говорили детские садики. Часто мы слышали от людей, что они ведут в ясли маленьких детей. Помните, да? Скажите, а то молодым, чтобы знали и помнили. Но все-таки у нас сегодня праздничное, материальное служение. Я вас много времени не заберу. Читаю место Священного Писания. Ивангел Луки, 21 глава. С первого стиха. «Зглянул же, он увидел богатых, клавших дары свою в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудности своей положила все пропитание свое, какое имели». Очи наши Господа обращены на собрания. Очи Господа обращены и на церковную сокровищницу. Он видел богатых, Он видел бедную вдову. И я думаю, что наш Господь еще видит то, и в этом я не ошибаюсь, что я уже давно заметил у нашей прекрасной церкви. Многие хорошие родители, ну, прекрасную церковь, если родители хорошие, приводят, приносят с собой на служение детей. И вот, я давно это уже заметил, когда идет материальное служение, некоторые родители дают деньги своим деткам. И они держат, и когда проходит церковная сокровщница, они туда опускают. Да благословит Господь этих родителей, которые с раннего возраста приучают детей к материальному служению. И это видит Господь. И вы знаете, я, как сказал вначале, это праздник детей. Я хотел бы вспомнить и привести вам пример двух девочек, маленьких. Одна девочка, она болела, жизнь угасала. Она имела богатого отца, очень богатого. Он много денег тратил на очень дорогие препараты для своей маленькой дочурки. И вот однажды вот эта маленькая девочка, смотря в глаза своему отцу, спросила, говорит, папа, а скажи, пожалуйста, сколько ты в год потратил на меня денег? Он говорит, доченька, ну к чему это все? Я согласен тратить намного больше, лишь бы ты была здорова. Она говорит, папа, ну все-таки, сколько в год ты потратил на меня? Он тогда подумал, ну, говорит, если тебе так интересно, то примерно вот такая сумма. Это была очень большая сумма. И девочка говорит, папа, пообещай мне, я знаю, что я скоро тебя оставлю. Пообещай мне, что такую сумму денег, какую ты потратил в год на меня, ты потратишь на тех мальчиков и девочек, которые являются сиротами и не имеют такого хорошего папу, как я. И папа говорит, я обещаю. И когда они расстались, Господь забрал эту девочку, этот папа крепко задумался над тем, что говорила ему его дочь. и он находил детей-сирот и построил за свои средства для них один дом, потом второй, потом третий, потом он как бы покаялся и до конца своей жизни он занимался такой благотворительностью для маленьких детей. Когда-то в Америке взрослые люди готовили посылки для бедной Индии, для нуждающихся людей Индии. И когда одна женщина упаковала посылку, к ней подошла одна маленькая девочка. И она знала, что они делают и говорит, я хочу тоже быть участником в этом деле, что вы делаете, но у меня есть всего один цент. Пожалуйста, возьмите у меня этот цент и что-нибудь купите и положите в эту посылку от меня. Эта женщина, она взяла этот цент, но она не могла придумать, что купить за этот цент. И она купила одну христианскую брошюру, которая положила в эту посылку и отправила в Индию. Вот эта брошюра попала одному человеку, который прочитал и поделился со своими друзьями. Они вместе искали Бога, покаялись и была церковь, начала расти эта церковь, и как бы в настоящее время там находится молитвенный дом построенный с полтора тысячи членами благодаря одному центу маленькой девочки. Братья и сестры, да благословит нас Господь на сегодня прекрасное собрание. Мы сегодня предлезаем Господа этот праздник для нас и для наших детей. Пожалуйста, мы давайте сегодня, как бы можно сказать, по особенному поучаствуем в материальном служении. Это будет благословение ваше, наше, и мы не знаем, какие плоды из этого вырастут, из того, что мы сегодня делаем. Мы это сделаем не спеша. Мы сейчас помолимся, попросим Божьего благословения. Есть возможность поменять купюры, добавить, поучаствовать, как мы говорим, усердно для нашего Господа, для благословит вас всех, Господь. Устанем на ноги, кратко помолимся. Мы благодарны Тебе, наш Господь, благословляем Твое святое имя, благодарим Тебя за Твой приход на эту землю, Ты принес радость, мир для многих людей. И сегодня предрецептуем наш Господь. Мы благодарим Тебя за это прекрасное служение. Мы молим благослови, Господи, материальное служение. Родители, Господи, детей, мы все пред Тобою молим Тебя, Господи, то, что принесли для Тебя, благослови, Господи, дабы оно принесло хорошие, обильные плоды. и Тебе за все слава, Тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. Рождество на пороге к нам гостям желанным стучится. Снова праздник у нас, снова радостью дышат сердца. И в канун этих дней знаю, многим подолгу не спится. Долгожданные дни наступила пора Рождества. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча и вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть мессия царь всех царей, вернувший людям мир и прощение. Я не видел волхвов, не знаком мне пейзаж Палестины, никогда не вдыхал аромат вифлеемских полей, но для чтущих младенца достаточно просто картины, чтоб тепло Рождество согревало сердца все сильней. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча, мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть мессия царь всех царей, вернувший людям мир и прощение. тарь, рождественскую Скоро праздник пройдет, и погаснут огни украшения, И нелегкие будни для многих наступят опять. Сохраним же в сердцах теплоту вифлеемских мгновений, Будем ждать Рождества и к младенцу любовь проявлять. Каждый год я жду Рождества, Рождественская новая встреча Мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, Вернувший людям мир и прощение. Каждый год я жду Рождества, Рождественская новая встреча Мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, Сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, Вернувший людям мир и прощение. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Звезда откровения, звезда Виклиема Зажглась христианской зарей Лишь спал безнадежно в объятиях ночи Не слышал, не видел, не знал Что в эту минуту сошлись в одной точке Конец и начало, начало Рождество, Рождество Свет надежды, любви, торжество Рождество, Рождество, радость, мир и покой Рождество, Рождество над землёй Начало эпохи ничего не венчало Лишь только на небе звезда Поющим без молнии ярко сияло Тремали долина в стадах Пошли пастухи за счастливостью Она освещала им путь Бела Виклием и влекла за собою На Божьего сына взглянуть Вахли мудрецей из далёкого края Шли той же дорогой За той же звездой Ведь древние книги давно предсказали Один нам одинце с великой судьбой Свиста Виклиемской в обеки светится Над миром уставших от гроз И пусть в вашем сердце сегодня родится Тот чудный младенец Ристос Рождество, Рождество Свет надежды, любви, торжество Рождество, Рождество Радость, мир и покой Рождество, Рождество над землёй Рождество, Рождество Свет надежды, любви, торжество Рождество, Рождество Радость, мир и покой Рождество, Рождество над землёй Рождество, Рождество Звучит песня. 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 Оцени. Оцени. Он явится. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Это может быть. Человек ощущать. Звучит песня. Торжество. Звучит песня. 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 И да поможет. Звучит песня. Звучит песня. «Прости меня. И когда один на один. Звучит песня. Звучит песня. Наш Иисус. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Такой он иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Звучит песня. На земля, Звучит песня. Иисус Христос. 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 На завтра вечер. Иисус Христос. 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 Иисус Христос.